МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сергей Александрович Уватков, заместитель генерального директора ЗАО «Калининская». Я очень рада, что вы пришли к нам в студию, нашли время для того, чтобы поговорить на очень важную тему. Так вот, как вы себя сейчас чувствуете в условиях санкций, риски в сельском хозяйстве, в агропромышленном комплексе? Какие? Ирина, добрый день. Добрый день, уважаемые радиослушатели, телезрители. Конечно, это непростая тема, о ней нужно и хочется поговорить. Наше предприятие ЗАО «Калининская» сегодня и в последующем стабильно работает. Конечно же, сейчас для нас самое важное – это посевная. Мы готовимся к ней, готовы. Я об этом остановлюсь чуть позже. Сейчас хотелось бы отметить про уверенность и стабильность. У нас для введения работы и посевной изменений в ценовой политике по удобрениям, по ГСМ, по электроэнергии не наблюдается. Это, конечно же, положительный фактор. И это дает нам уверенность в работе. Конечно же, эта ситуация коснулась, мне кажется, каждого предприятия. У нас увеличились такие статьи затрат, как ремонт сельскохозяйственной техники. То есть это, к сожалению, неизбежно и импортной, и отечественной. Давайте более подробно по этим вопросам, по логистике. Есть ли по запчастям, есть ли аналоги и сколько времени потребуется для того, чтобы переходить? На сегодняшний день наша потребность в запчастях полностью закрыта. Это говорит о том, что все организации, с кем мы работали, иностранные, отечественные, продают нам запчастя стабильно. Конечно же, к сожалению, произошел рост по импортным запчастям и незначительно увеличился срок поставки. А что по кормам и что по лекарствам? По кормам ситуация стабильна. У нас кормовая база своя. Это селоса, сенажи. Что говорить о покупных кормах, это широта, это комбикорм. Ситуации стабильна, изменений в цене вообще нет. А препараты, лекарства? Лекарства у нас мы пользуемся как импортными, так и отечественными. Конечно же, импортные препараты, кто нам не везет в данный момент, мы рассматриваем аналоги различные. Тоже импортные другого производителя, кто может привезти, или отечественные. То есть, в этом плане у нас все, что нужно, есть для работы. Давайте в целом про сельское хозяйство, агропромышленный комплекс поговорим. Можно ли сейчас оперативно получить кредиты и вообще как сейчас реагируют банки? Да в целом стабильно. То есть, наше хозяйство получило кредит под 5-6%. То есть, с этим вопросов не возникает. Более того, есть федеральная программа Росагролизинга. Это очень хороший помощник сельхозпредприятиям. Мы лично пользуемся Росагролизингом, наверное, более 8 лет. И в том году мы заключали договора, и в этом планируем позже. Какие программы сейчас существуют? Как государство помогает вашему предприятию? И какими результатами вы можете сейчас уже поделиться с нашими телезрителями, радиослушателями? Для нас господдержка заключается в следующем. То есть, мы получаем субсидию на 1 литр реализованного молока. За племенное дело у нас присутствует очень хорошая субсидия за гектар обрабатываемой земли. В 2021 году мы получили субсидию за корма. А вот смотрите, говорят о том, что сейчас государство идет навстречу. Например, что будет с тарифами на электроэнергию? Какие-то смягчения положения будут у вас или нет? Как вы ожидаете? По моим данным, роста не предвидится. Это очень хорошо. К этому вы готовы? Да. И еще у нас присутствуют субсидии за приобретенную сельскохозяйственную технику. Что это значит? Поделитесь. Это означает, что предприятие, которое покупало через Росагролизинг или другие лизинги, вот в нашем регионе действует программа, и часть денежных средств нам возвращается в виде субсидий. Так все-таки, что вы... Поддержки, то есть. Я поняла. Так все-таки, что вы заказывали за границей? Чего вам пришлось точно отказаться? Мы заказывали. Вы знаете, да тогда сразу и не скажешь, поскольку мы в основном пользуемся, как и говорить про технику, и отечественной, и импортной. Поэтому мы планировали приобрести нашу сельхозтехнику в Тверской области. Сейчас заключаем договора, будем покупать отечественного производства. А вот импортную сельхозтехнику мы пока нажали на паузу в связи, но даже не с санкциям, а с курсом. Мы немножко подождем, сейчас будет более благоприятное условие для покупки. И отложили этот вопрос. Понятно. А вот как вы думаете, наш регион для какого вида деятельности благоприятный? Где могут быть точки роста? И немного расскажите о своей организации, о своем предприятии, когда вы стартовали. Были ли это удачные условия для работы? Какие времена пережили? Наш регион можно назвать умеренно благоприятным. В том, в чем климатическая зона, раз. То есть нам немного тяжелее вести хозяйство, нежели в южных регионах. Плодородие. Это два. То есть, опять же, сравнивать с южным, там урожай будет выше, чем в нашей области. Ну, в отдельных регионах, да. То есть, может быть, плодородие почвы разное в каждом крае даже одной области. Вот это основные факторы. Когда вы стартовали, какие это были времена? Ну, это достаточно, хозяйство имеет историю более 100 лет, поэтому в те годы, я думаю, в каждом регионе был рассвет и очень активно велось сельское хозяйство. И, конечно же, смотреть динамику роста и развития, если говорить про наше хозяйство, у нас ежегодно шел прирост надоев. Это, на самом деле, большой труд специалистов и, как следствие, улучшение кормления и кормовой базы. Расскажите, пожалуйста, вообще, чем вы гордитесь больше всего на своем предприятии? Наше предприятие гордится нашими животными, хорошим надоем высоким и, самое главное, мне кажется, натуральными продуктами, которые мы производим сегодня и ежедневно отправляем по магазинам города. То есть мы производим и отправляем более 15 тонн ежедневно, хотя срок годности нашей продукции 7 суток. Это говорит о том, что нам приятно, что жители города покупают нашу продукцию вот в таких объемах. Главный девиз на вашем предприятии – к здоровью. Со вкусом. Со вкусом. Вот вы говорите о том, что высокое качество в приоритете. Сами как покупатели отзываются о продукции? Что больше всего любят покупать? Положительно отзываются. Больше всего нравится, ну, конечно же, молочка, кефир, молоко, кефир, творог. Есть какие-то направления, над которыми вы особенно сейчас работаете? Продукции будете расширять вот этот фронт продаж? Мы думаем в перспективе о производстве сыра, но этот вопрос надо проработать. И он пока сейчас не актуален для вас? Вот в сегодняшних экономических условиях? Или вы продолжаете работу? На стадии разработки, обсуждения, конечно, ведем. Вот я еще хотела спросить, вот, например, по поводу посевной, как вы к ней подготовились? Ведь, по большому счету, надо было закупаться заранее. Успели ли все сделать? Да, вы абсолютно правильно говорите. В этом году мы с осенью начали закупать семена. То есть еще были заключены договора в октябре-ноябре, вот, и планово прошли авансы на бронирование семян и в последующем закупку уже и привоз. Вот, также мы в начале года, в январе, начали ремонт сельскохозяйственной техники. То есть у нас большой парк тракторов, комбайнов, поэтому надо подходить ответственно и ремонтировать, ну, своевременно. Вот, ну, обслуживать, я имею в виду, поскольку техника отработала 5, 8, 12 лет, ее все равно надо обслужить, сделать ТО и привести в порядок. Сейчас мы с вами прервемся на небольшую рекламную паузу и через некоторое время обязательно вернемся к нам в студию. Итак, уважаемые телезрители, мы снова в студии программы «Тема дня». Сегодня мы пригласили к нам ответить на наши вопросы Сергея Александровича Ваткова, заместителя генерального директора ЗАО «Калининская». Тема наша интересная. Агропромышленный комплекс сегодня – санкции импортозамещения, продовольственная безопасность и поддержка тверских производителей. Вот мы в начале нашей программы с вами заговорили про Росагролизинг. Когда какую технику успели купить и почему вам ее одобрили? Почему, когда спрашивают, что именно в Росагролизинге вызываете какую-то зависть у других? Да не то чтобы зависть, мы наоборот тоже рекомендуем многим сельхозпредприятиям воспользоваться этой программой. По-моему, тоже не подойдет эту программу вступить? Ну, по определенным обстоятельствам, возможно. То есть мы последние годы, каждый год заключали договора с Росагролизингом на различную сельхозтехнику. Трактора, прицепы, другие сельхозмашины. Вот в 2021 году мы приобрели два самых мощных, больших трактора «Кировец» Санкт-Петербургского тракторного завода. И они у нас работают на заготовке кормов и на почвообработке. Вот одни из первых поедут в поле вести подготовку почвы для посева однолетних и многолетних трав. Когда мы обсуждали с вами молочную продукцию, мы как-то с вами немного вскользь об этом поговорили, но мне больше всего интересует еще больше всего, что любят, и вообще на какую возрастную категорию ваши продукты рассчитаны. Наши продукты рассчитаны в основном, конечно, на любой возраст. Может, начиная от самых маленьких, заканчивая пенсионерами, кушать ежедневно всю линейку молочной продукции. Более того, мы хотим показать жителям нашего города, как именно производится эта продукция. Не просто, например, стоит в стране молочный завод, и на прилавке продукции нет. У нас выращиваются травы, травосмеси, кукуруза у нас выращивается на силос, измельчается, складируется специальным образом, герметично. Потом это все скармливается коровам. В результате таких качественных кормов мы очень много лет работали над технологией. Это не просто слова. В результате труда мы многократно отправляли специалистов в командировки, в другие хозяйства учиться. И в Европу, и в Россию. И в результате, благодаря их знаниям, которые они получили, и применению их, мы имеем сегодня хорошие стабильные надой и здоровье животных. Поскольку напрямую здоровье животных связано с его питанием. И возвращаясь к экскурсиям, мы хотим, чтобы любой желающий посетил наше хозяйство, увидел, как доятся коровы, как они живут, что они делают, где они лежат, а какой корм у них. То есть, это очень положительно сказывается на понимании, как дается молоко, что это совсем непросто. Это очень длительный процесс. Рождается теленок. Происходит через 13 месяцев осеменения, через 9 месяцев отел, и потом только молоко. То есть, вот видите, какой длительный путь, если говорить про доход предприятия. То есть, больше, чем полтора года, и только начинает приносить прибыль молоко. А полтора года ты животное содержишь, кормишь и ухаживаешь. Ну, естественно, эта цепочка идет по кругу. И школьники, и жители города приезжают и удивляются непосредственно технологическим решениям, которые у нас современные присутствуют в хозяйстве. Сергей Александрович, нужно заранее записываться на эти экскурсии? Как часто они проходят? Как туда попасть? Два-три раза в неделю проходят экскурсии. Записаться можно в соцсетях. Мы есть. Набрать заук Алининской экскурсии. Я думаю, сразу увидят заинтересованные люди. Вот, прежде всего, чем запустить работу на современном оборудовании, использовать новые технологии, нужны специалисты. Расскажите побольше о тех людях, которые работают на вашем предприятии, о золотом составе, и сколько времени потребовалось для того, чтобы они вышли на высокий уровень? Ну, я считаю, что кадры — это основа любого предприятия. Благодаря ним, их труду и старанию мы имеем такой успех сегодня. Конечно же, это очень ответственная работа каждого из наших специалистов. И для этого мы, как я уже говорил ранее, проводим обучение совершенно разных специалистов в разных направлениях. А молодых когда брали, они все сырые были вообще? Откуда? С каким образованием? Все складывалось по-разному. Кто-то с учебного заведения, кто-то отработал в хозяйстве год, два, три, в другом. Кто-то пришел уже в возрасте. Но самое главное, я считаю, это желание трудиться и желание узнавать новое в работе. Поскольку взглянуть на технологии 10 лет и сегодня в сельском хозяйстве есть значительные изменения. По крайней мере, мы их стараемся вводить, которые логично и разумно использовать, которые оправдают себя, дадут точность, уверенность. Мы их применяем. А вы, например, чувствуете разницу с подготовкой в вузах, в том числе и тверских, и на сегодняшний день со специалистами, которые у вас работают? Чувствуется вот эта вот пропасть или нет? Вы знаете, я бы по-другому немножко сказал. Когда человек хорошо учился и старался в высшем учебном заведении или техническом, ему намного легче работать, нежели кто не имел такового старания. Конечно же, кто работает сегодня у нас и кто учится и придет, между ними есть определенный, как сказать, не провал, а недостаток знаний. Но это специфика каждого хозяйства. И куда бы ни пришел этот молодой специалист, ему надо освоить определенные вопросы. Вот могу привести интересный пример. Например, у нас, ну где-то года полтора-два назад мы начали использовать секстированное семя. Что это такое? У нас, ну я чуть раньше начну, то есть осеменение животных искусственное. То есть у нас нет быка, ходит техника-семинатор и ведет свою полномерную работу на бумаге и, соответственно, реализует уже в виде осеменения. Вот, секстированное семя, это семя, разделенное по полу, то есть рождаться будут только телочки. Это очень хорошо для нас, для любого хозяйства, поскольку, во-первых, мы имеем статус племенного завода уже достаточно давно. Во-вторых, допустим, у нас вот в среднем 900 отелов в год. Вот, секстированное семя мы можем только использовать на животных молодых, вот, первотелках. И получается, что, например, 300 животных мы можем использовать секстированное семя. Из 300 животных половину были бы бычки, половину телочки, а получится 300 телочек. А племенная продажа, то, вот где субсидия, это прям очень серьезный рывок финансовый, я бы сказал, и, соответственно, и развитие. Потому что на сегодняшний день одно племенное животное стоит 190 тысяч рублей. Наше животное, то есть, может быть, в разных хозяйствах по-разному, вот у нас так складывается. Вот, и более того, эта технология немного сложнее обычного осеменения, но мы используем импортное оборудование. Я расскажу подробнее. То есть, где гуляют животные, стоит специальная антенна, которая знает, что делают животные, где они находятся. Поскольку на каждом животном стоит датчик активности. И когда впервые устанавливаются на животное, вот этот датчик активности, он только адаптируется две недели, понимает, какое это животное, как оно живет, чтобы не было, как сказать, ложных срабатываний к режиму осеменения. В результате мы имеем точное оборудование. Я пример приведу, это на самом деле так и есть. У осеминатора мобильный телефон, там приложение, пришло смс, животное в охоте, можно там график есть, в определенный интервал времени идти осемнять животное. А вот я слушаю, вот так интересно рассказываете. А у вас какое образование? И чем вам больше всего нравится заниматься на предприятии? У меня два высших образования и еще я являюсь кандидатом сельскохозяйственных наук. Первое у меня образование Тверской государственной университет, факультет менеджмент. Второе Тверская сельскохозяйственная академия, специальность агрономия. По кандидатской тема была как раз связана с селекцией. Поэтому вот непосредственно все, о чем мы с вами беседуем, даже более глубокие нюансы, которые присутствуют в хозяйстве, я очень хорошо прорабатываю, изучаю, прежде чем использовать и вообще стоит ли это делать. Но вы говорите о селекционной работе, и я обратила внимание, что на сайте, прям крупно написано, что вы особое внимание этому вопросу уделяете. Чем сейчас занято? Мы всегда улучшаем экстерьер животного, надой, путем селекционной работы нашего профессионального селекционера и компании, кто нам непосредственно продает семя. То есть мы с ними сотрудничаем очень плотно, и мы анализируем с ними совместную работу. Я хотела бы уточнить, кому сейчас труднее, фермерам обычным или все-таки таким крупным предприятиям, как ЗАО «Калининская»? Мне кажется, труднее фермерам, поскольку у нас больше мощности, больше возможности быть более гибкими. Мы возим, например, более 200 магазинов города, мы можем, допустим, что-то не сложилось, повезли в другое место, или же здесь пару позиций убрали. А если у фермера что-то не сложилось, у него нет такого объема, ему либо некуда везти, либо другие нюансы. То есть в этом плане, конечно же, поддержка фермеров ведется и никогда не бывает, особенно сейчас, лишней. То есть адресная поддержка всегда пойдет на пользу. Адресная поддержка конкретно по субсидированию нужно выделять как можно больше финансов? Ну не совсем так, я бы сказал, поскольку, возможно, этим злоупотребляли бы, но сомневаюсь, что в данном случае можно злоупотреблять с учетом таких сегодняшних ситуаций. Я имею в виду, не брать всех под систему, я имею в виду адресная помощь конкретному фермеру, фермерскому хозяйству. А что конкретно ему нужно? В чем конкретно у него сложности, да, и посмотреть, и индивидуальный подход подобрать. Вот вы говорите про магазины, еще некоторое время назад говорили, что очень трудно местным производителям выйти в крупные торговые точки. Я обратила внимание, что можно вас найти во многих магазинах, в крупных торговых центрах тоже. Как вы ходили, с какими трудностями сталкивались, почему упустили вас? Да, безусловно. Безусловно, это были большие переговоры, большие сложности. Бывало такое, что месяцами не отвечали, не брали трубки, и полгода-год где-то выходил на переговоры, на заключение договора. Минимум с некоторыми даже до двух лет выходило, чтобы начать работу. То есть это на самом деле, это мы крупное предприятие, а малым-то я и не представляю. Да, это я понимаю. Вы только работаете в Твери, в муниципалитеты? Мы работаем по Твери, по магазинам города, в основном сетевые. Пока у нас такой формат. А в другие регионы планировали как-то выходить, нет? Вы знаете, конечно, мы думали об этом, но везде свои нюансы и сложности, и опять же переговоры идут, но с некоторыми сетями, но то условия своеобразные, то другие нюансы, это непросто. Но и на сеть тоже можно посмотреть с другой стороны. Им, наверное, каждый день или каждую неделю приходит 10-20 предложений по возьмите наш продукт. Поэтому, наверное, и они выбирают тоже. Ну вот смотрите, в сетях выбор богатый. Молоко продают по разным ценам, молочную продукцию. А почему вашу продукцию выбирают? Вы какие-то исследования проводили? Да, мы занимались этим вопросом, конечно же. Мы находимся в среднем ценовом сегменте. То есть мы себя изучали, и конкурентов, само собой. Это абсолютно нормальная практика. Вот. То есть наша задача – это качественный продукт. Всегда качественный продукт. И соответствующий ассортимент. Вся линейка молочной продукции. Поэтому мы всегда об этом говорим. И советуем попробовать нашу продукцию. Цены разные бывают. Бывает молоко и дороже, и дешевле. А вот от чего это зависит? От себестоимости продукта и от наценки. В разных сетях могут быть разные наценки. Но также и себестоимость продукта может быть разная. Конечно же, у кого свое производство, им легче. Мы через некоторое время обязательно с вами встретимся. Оставайтесь на нашем канале, и мы продолжим наш разговор. Реклама прошла быстро. Мы возвращаемся в нашу студию. Сегодня у нас в гостях Сергей Александрович Аватков, заместитель генерального директора ЗАО «Калининская». Мы продолжаем с вами наш разговор. Я бы вот о чем хотела бы вас спросить. Я как хозяйка прихожу в магазин и вижу, что цена на молоко разная. Есть дешевое, среднее и очень дорогое молоко. От чего зависит эта цена? И каков должен быть состав у молока, чтобы мы все были здоровы? Конечно же, несколько важных факторов, которые ведут к ценообразованию. Первое – это бренд. Самые дорогие, как правило, молоко и молочные продукты – это очень известные и крупные компании, которые имеют большой масштаб российского характера. И валю в том числе. То есть они берут деньги за бренд в первую очередь? Да. То есть валю – это финны, возможно, их не будет. И есть вероятность, причем немалая, что на место валю на полке встанем мы в более широком ассортименте или наше хозяйство, соседе, кто производит и продает молоко и молочные продукты. Так же, как и было с сырами ранее, когда было импортозамещение, сыры все пропали с полок практически. Вот. И год-два, и появилось множество, прям большое множество производителей сыров отечественных. Разные. С коротким сроком годности, средним, с долгим. А долгий сыр, он созревает от года до двух лет. То есть это длительное вложение, когда ты произвел сыр, получишь деньги за него спустя полтора-два года. А если дешевый продукт выбирают? Стараются предприятия сэкономить. И, конечно же, главное, чтобы не нанесли вред здоровью гражданам. То есть вы так корректно намекаете, что дешевый лучше не покупать, а дорогое вы платите за бренд, и нужно искать нечто среднее. Правильно я понимаю? Ну, можно сказать и так. А можно сказать, кому что нравится. Вот. То есть я имею в виду, что у каждого жителя Твери, России, есть свои вкусовые предпочтения. Вот. То есть кому-то нравится один вкус, кому-то нравится вкус другого продукта. А третий считает... Тогда какой вкус у вашего молока, у ЗАО Калининская? Натуральность, естественность. Естественность. Вот. Как уж, например, да, в колбасе есть какая-то добавка? Да. Она очень вкусная. Аж прям открываешь упаковку, на всю кухню пахнет вкусно. Вот. Также, возможно, и в каких-то продуктах открываешь. Вкус прекрасный. Вот. Но, возможно, какие-то добавки. Поэтому вот покупателю, конечно же, надо смотреть на состав, на срок годности. Срок годности какой должен быть у правильного молока? У натурального молока срок годности... Натурального, да? Да. У правильного натурального молока срок годности около 7 суток. Чем выше температура пастеризации, тем увеличивается срок годности. Вот. Также есть и сухое молоко. Это, так сказать, уже не цельное молоко. Это молоко, которое испарили, потом его добавляют в емкость, добавляют в воду, смешивают и развивают. Нет, у нас нет технологий, у нас нет таких задач. У нас только натуральное молоко. А вот это молоко, его срок годности полгода и год. То есть это долгоиграющее молоко, оно может стоять и в тепле, и везде, где угодно. Сергей Александрович, до начала программы Вы говорили о том, что очень гордитесь цехом переработки. Ну и не только. Вот расскажите. Наш цех переработки полностью работает на отечественном оборудовании. У нас стоит машина упаковки молока завода ВИА. Нам очень нравится, легко, стабильно, удобно работает. И в нашем цехе переработки трудится 15 человек ежедневно. Мы готовим самую разную продукцию, наверняка Вы знаете. Но вот такой, ну, как сказать, парадокс небольшой. Сейчас в одной из сетей мы только заводим полный ассортимент. То есть мы работаем уже там более 4-5 лет широким ассортиментом. И только сейчас мы согласовали и заводим вот на днях. То есть это говорит о том, что переговоры с сетями тяжелы бывают. И не всегда им надо вот продукт, допустим, еще один. Но я уверен, что наш будет продаваться. Смотря на другие сети. То есть очень хорошие продажи. Я уверен, что сеть, которая сейчас увеличит, расширит ассортимент, она не будет расстроена точно. Можете обрисовать картину, что будет с ценами на молочную продукцию? Да, конечно. Будете ли вы их держать? А можно я еще про цех добавлю? Конечно. Вот. В цехе у нас стоит одно из самых современных оборудований российских. Нашим сотрудникам удобно и легко работать. Вот. То есть делается... Там стоит автоматическая мойка. То есть нет ручного мытья, ничего. То есть нажимаешь на компьютер кнопки, и ведется полная промывка системы. Одной емкости, целой серии емкостей и так далее, и так далее. То есть это очень удобно обращаться. Вот. У нас большой склад. В этом году вот сейчас мы достраиваем второй холодильник. и это говорит о том, что у нас увеличиваются объемы производства. То есть мы объем переработки увеличили на 10% по сравнению с тем годом. Вот сейчас за эти 6 месяцев. Это приятно и здорово, то, что жителям города нравится наша продукция. Более того, больше стали покупать. Также хочу отметить, что у нас и валовый надой молока увеличился. То есть благодаря хорошему рациону, кормлению. У нас тоже на 500 тонн молока мы надоели больше за эти 4 месяца по сравнению с прошлым годом. Так цены будете держать? Или они все-таки плавно поползут вверх? Разовый скачок небольшой, он неизбежен, поскольку у нас упаковка очень сильно выросла в цене. К сожалению, составляющая часть ее импортная. То есть завод стоит в России, где мы покупаем, а вот составляющая от 20 до 40% произошел рост упаковки. Поэтому и обслуживание, и ремонт импортной техники, он тоже, конечно же, подорожал для нас. И мы минимально планируем повышение. Сергей Александрович, какие показатели стабильности у вас на сегодняшний день на предприятии? У нас идет рост показателей, как я только что отметил. У нас ведется хорошая кадровая политика. То есть мы принимаем на работу сотрудников, мы их обучаем, мы их развиваем. Сегодня мы перерабатываем 18, мы ставим себе ближайшую задачу до 25 тонн. Далее мы также ведем документальное оформление и планируем в перспективе строительство животноводческой фермы. То есть мы улучшаем содержание животных, поскольку это напрямую влияет на их комфорт, на их здоровье, соответственно, и на надое. Тогда какие средства будете использовать для того, чтобы повышать свой уровень? Конечно же, мы планируем брать в перспективе, когда заключим договор, кредит. Мы ранее строили ферму и нам, благодаря помощи Министерства сельского хозяйства Тверской области, нашего губернатора Игоря Михайловича, нам очень серьезную ставку субсидировали по ферме. И вот уверен, что таковые планы сбудутся и по строительству новой фермы. Я узнаю, вас часто приглашают, я имею в виду представителей ЗАО Калининской, на заседании правительства Тверской области, когда речь заходит о сельском хозяйстве, о агропромышленном комплексе. Какие вы рекомендации даете и вообще, что такое правильная агропромышленная политика? И каковы сегодня у нас результаты совместной работы правительства и, например, вашей крупной организации? Правительство нам оказывает содействие, поддержку во многих вопросах, в том числе и по фиксации цен на удобрения. По сельскому хозяйству я, конечно же, рекомендую непосредственно оптимизировать все свои резервы и направить и увидеть векторы, где может быть продажа, производство, переработка. То есть у всех разные сферы деятельности. Поэтому, конечно же, продукция сельского хозяйства, она всегда была и будет востребована. Вот это самое главное. Вопрос, где, как и насколько, это уже как фермер или же предприниматель или крупное хозяйство среднее распорядиться. Конечно же, надо смотреть вперед и стараться заполнять ниши, которые освободились или вдруг освободятся. Я про продовольствие. Так что будем есть? Будем есть то, что мы выращивали. Молочную продукцию, хлеб, мясо, овощи. Все, что мы кушаем ежедневно. В случае самых жестких санкций выживем? Конечно, мы всегда произведем продукцию и накормим наших граждан. Время подходит нашей программы к концу. Самый главный вопрос. Когда поедем в поле? В поле совсем скоро. Сейчас через несколько дней становится хорошая погода. Выглянет солнышко. И мы с радостью, с удовольствием поедем в поле начинать посевную. Уверен, уже в южных регионах они либо выехали, либо готовы выезжать. Ну, приглашайте нашу съемочную группу. Приедем, посмотрим, как вы работаете на местах. С удовольствием. Обязательно. Я благодарю вас за то, что вы пришли к нам в студию и ответили на все вопросы. Спасибо вам. Спасибо. Это была программа «Тема дня». Всего доброго и до новых встреч.